Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов. Я представляю вашему вниманию пятую партию в матче на первенстве мира, которая состоялась сегодня в Софии. Белыми фигурами играл Веселин Топалов, и он вновь не смог победить и ликвидировать отставание в счете. Партия протекала очень напряженно, хотя внешне она кажется, может быть, и сухой, и не очень впечатлила отдельных зрителей, но на самом деле, поверьте мне, что в этой партии было очень много интересных моментов, и оценка позиций колебалась довольно сильно. Во всяком случае, соперников есть за что покритиковать. Вот сейчас я этим и займусь. Итак, Веселин не стал уклоняться от того пути, который он испытывал в третьей партии, хотя там состоялась достаточно скучная, реально скучная ничья, но сегодня он решил все-таки попробовать ударить в ту же самую точку, и, в общем, имел некоторые шансы. Итак, славянская защита. Черные взяли пешку, белые ее отыгрывают. И, к тому же, захватывают центр. Здесь ничего нового не произошло. По сравнению с третьей партией соперники очень быстро это все исполнили. Я уже в третьей партии объяснял некоторые нюансы. Здесь, пожалуй, не буду повторяться. Те, кто хотят, могут посмотреть ролик в третьей партии. Итак, эта позиция уже встречалась. И вот здесь состоялась новинка. Я признаться, поначалу мне казалось, что новинка неплохая. Затем, присмотревшись к коду H5, который случился, вместо H6, когда присмотрелся, мне показалось, что все-таки композиция черных на королевском фланге довольно сомнительная. В общем, сейчас я нахожусь, как довинегреческий моделец Сократ, в таком состоянии, когда я знаю, что ничего не знаю. На самом деле, действительно, очень спорный момент. Во всяком случае, реакция Топалова исключительно логичная. Конь идет на F4 и начинает, что называется, напрягать слона G7, слона G6 и пешку H5. Это очень неприятный момент. Вся штука в том, что черные не успевают осуществить свою генеральную расстановку сил. В общем, идея состояла в следующем, что черные играют слон D6, король Е7, потом успевают сыграть F7, F6 и спрятать слона на F7. Если бы это удалось, то тогда, конечно, их положение было бы замечательным. Но дело в том, что им не хватает ровно одного темпа. На слон D6, естественный ход, который прикрывает поле F4, последовало слон Е3. Теперь выясняется, что черным не хватает ровно одного темпа. На король Е7 последует конь F4 и все. И выясняется, что слон под боем, ход F6 уже не идет. И, в общем, проблемы довольно серьезные. В этот момент проблемы серьезные оказались не только на доске, но и вокруг нее. В этот момент во всем игровом здании погас свет. И трансляция минут на 20, а то и 30 была прервана. Мы издалека гадали, что же там произошло. Конечно, синдром пятой партии после матча в листе довольно сильный и ожидали всяких неожиданностей. Но, к счастью, болгарские организаторы довольно быстро починили свет. Партия продолжилась, как ни в чем не бывало. Итак, было сыграно конь Е5. Ход вполне здравый. Теперь выясняется, что белые не могут увести слона на B3, потому что последует вилка. Конь D3 шаг. То есть белые вынуждены оставить слона под боем. Последовало конь F4. И вот, как ни странно, как ни странно, это один из важнейших моментов в дебюте. Во всяком случае, сейчас я так считаю. По ходу партии мне казалось, что здесь у черных несколько путей к уравнению. Но сейчас я понимаю, что не все так просто. Ход ладец Е8, который сделал Виши Анант, его рекомендуют все компьютеры. И, в общем, ход-то выглядит исключительно логично. Но, по-моему, это первопричина дальнейших затруднений черных. Итак, после конь F4. Вы видите, что проблема такая, что черные не могут раскрутить свой королевский фланг. И здесь, мне кажется, надо было использовать момент для того, чтобы упростить позицию. Вариант первый. Можно было все-таки разменяться на C4. И здесь есть и ход B5. Но я, так как его немножко упоминал в онлайне, скажу про ход король Е7. Дальше, возможно, такие осложнения. Итак, взяли на G6. Слон G5 шаг. Вот теперь очень важный момент. Если королем уйти на F7, тогда последует пренеприятнейший ход ладья D4. И ладья стремится на 7-ой ряд. Вы знаете, эта идея, она во многих вариантах довольно сильная за белых. Так вот, здесь надо сыграть король D7. Не опасаясь связок по вертикали D. Например, после король Е2 играем ладья C8. Конечно, размен ладей был бы выгоден черным. Ладья D4. И играем Е5. То есть препятствуем проникновению белой пешки на Е5. И обеспечиваем для короля удобное поле Е6. Вот к этой позиции я присмотрелся. И, признаться, не вижу здесь особых проблем у черных. Потому что их ладьи выходят на оперативный простор. Конечно, пешечная структура похуже. Но, мне кажется, этот недостаток очень трудно будет использовать. Вот. Это раз. То есть, вот здесь можно было разменяться на C4 и сыграть король Е7. Второй путь такой, что можно было бы сыграть B5. Идея в том, чтобы вскрыть вертикаль А. Итак, если берем на B5, тогда мы сначала берем на C4. И потом бьем на B5. Здесь выясняется, что черные даже в какой-то степени перехватывают инициативу. Во всяком случае, у них нет проблем. Поэтому, после хода B5, не надо брать на B5, надо сыграть слон Е2. Тогда смело берем пешку. Белые соединяют ладьи ходом короля В2. Черные делают то же самое ходом короля Е7. Заметьте, что ладья СЖ8 уже работает. Здесь мне казалось во время онлайна, что ход ладья А1 доставляет черным некоторые проблемы. Ладья Б8, ладья Б1. Идея в том, что защитить пешку А4 трудно. На ход ладья Б4 последует ход слон Д2. Вот, но присмотревшись вот к этой позиции, я понял, что, собственно, ничего страшного-то нет. Ну, подумаешь, белые отыграют пешку. И что дальше? Например, играем Ф6. Плановым образом выводим слона из окружения. Ладья А4, А5. И теперь черный слон встает на Б4, если что. Например, слон Д2. Даем шаг и встаем на Б4. Мне кажется, что позиции примерно равны. Если слон выходит, то тогда, в общем, играть-то особо уже и нечем будет. Одним словом, значит, мое впечатление такое, что вот здесь было примерно 2-3 способа для черных, как упростить позицию. Но Виша избрал ход ладья С8. И посмотрите, к чему это привело. Итак, здесь игра совершенно естественная. Слон Б3. Вроде бы надо меняться на С1, чтобы ладьей оставшейся в живых взять под контроль открытую вертикаль. Действительно, так и было сыграно. Король Е7, король Е2, ладья С8. И вот этот критический момент, который... Второй критический момент, в котором, на мой взгляд, Топалов упустил довольно солидный перевес. Он здесь, видимо, выбирал между ходами слон Е3 и слон Д2. Сыграл слон Д2 с тем, чтобы ладья черных на С2 проникала без шаха. Но, вы знаете, это не помогло. На самом деле, предотвратить ход Ф6, который случился в партии, можно было путем ладья Д1. Вот теперь обратите внимание, что происходит в случае Ф6. Если играем Ф6, тогда белый забирает пешку. И на слон Ф7 конь совершает вертушку. Он берет на Ж7 и после слона Б3 дает шах на Ф5. Обратите внимание, что здесь ладья активно участвует в борьбе. Причем это взятие почти везде происходит с шахом. Единственный отход, после которого шаха нет, это король Ф8. Но тогда белый слон уходит из-под бой, затем белый забирает слона на Д6 и получает явное преимущество. Отсюда вывод, что после ладья Д1 ход Ф6 не идет. А это означает, что слон Ж6, пешка Х5 и все остальные беды черных остаются при них. Спрашивается, что делать? Я эту позицию стал анализировать довольно подробно. Напрашивается активизация ладьи ходом ладья Ц6, чтобы угрожать ходом ладья Б6. Белые играют слон Е3 спокойненько. И вот здесь начинаются мучения. Очень серьезные мучения черных. Итак, два варианта. Первое. Черные все-таки завоевывают себе пункт Б6. Играют слон С5. Белые играют слон Д2. Обратите внимание на этот ход, они ведут слона на С3. Ладья Б6, казалось бы, логично. Белые тоже занимаются своим делом. Взяли на Б3, взяли на Е5. Здесь даже у черных временно как будто преимущество двух слонов. Но что делать дальше? В общем, этого слона довольно трудно назвать таким городом имени. Он, в общем, больше похож на пешку. Итак, белые хотят по-простому взять пешку на Ж7. Что, собственно, делать? Сыграть ладья Б4 вот здесь, напасть на другую пешку белых нельзя из-за конь Д3.